Приветствую всех друзей, вы на канале ShadowLelPlay, меня зовут Дмитрий, друзья, осень больших приключений на нашем канале продолжается, и как я обещал после прохождения игры Icewind Dale, что рано или поздно я вернусь в забытые королевства, и мы начнем с вами еще одно большое приключение, теперь уже в Baldur's Gate. Собственно перед нами Baldur's Gate первая часть, обновленная, обросшая дополнениями, хорошей графикой и, надеюсь, хорошей локализацией русской, которая нам позволит комфортно пребывать в этом фантастическом мире. Моё знакомство с серией игр Baldur's Gate началось где-то лет 18 назад, я думаю, именно в 2002 или 2001 году, когда мне попала коробка дисков, состоящая из 4 CD, где была вторая часть Тени Амна, по-моему, так она называлась тогда, сейчас там уже она бросла тоже дополнениями, тоже ждет своего часа. Так вот, я познакомился с этой игрой давным-давно, она меня, конечно, захватила, и с того самого момента я стал любить ролевые игры. Первую часть, к сожалению, я тогда пропустил, она попала мне немножко позже, я начал в нее играть уже после второго Baldur's, и, естественно, что первая не зашла после второго. Поэтому нужно было время, чтобы стереть с памяти все, что было тогда, и вот сейчас, спустя много лет, я снова возвращаюсь на побережье меча, с новыми приключениями и с новым желанием добиться славы в этом фантастическом мире. Ну что, давайте начинать, Baldur's Gate мы будем проходить как игру выходного дня, она будет выходить не часто, но все же будет выходить как дополнение к основным прохождениям на нашем канале, я думаю, тем, кому за 25, ну где-то так, я думаю, присоединяться к нашему просмотру, и будем вместе путешествовать по этим незабываемым территориям. Ну что, одиночная игра, обучение мы проходить, скорее всего, не будем, потому что Icewind Dale еще у нас совсем недавно был пройден на канале, и память о нем свежа. В настройках, в настройках я ничего не менял, у нас классические правила, нормальная сложность, Dungeons & Dragons, поэтому все как есть, так и оставляем, единственное, что я в самом начале включил, групповое инфровидение и исцеление во время сна до, ой, сон до полного исцеления. Вот так звучит эта настройка, я вам сейчас ее покажу. Вот она, отдыхает до исцеления, эту галочку я поставил, чтобы не спать несколько раз, пока ты выздоровеешь. И групповое инфровидение, это, это, это будет распространяться на всю нашу группу, которая, напомню, будет состоять из шести персонажей, и если у кого-то есть предмет, связанный и дающий какие-то характеристики на инфровидение, то вся группа будет им пользоваться. Ну, естественно, погода, кровавая мессия, все остальное, где исключено, остальное я ничего не менял. Сложность, как и говорил, нормальная. Но все, все. Возвращаемся назад и создаем новую игру. Поехали. Создание персонажа. Пол. Для начала создания персонажа, кнопка назад, для возврата к предыдущему экрану. Все понятно. Пол выбираем, естественно, мужской. Интересно, что тут пишут про мужчин. Мужчины, коровец, могут преуспеть в любом выбранном ими специальности. Будь то волшебство, мошенничество или боевое искусство. А женщина что, нет? Одним глазом гляну, что женщины могут... В принципе, описание одинаковое. А то и думаешь, неужели, неужели мы можем больше? Так, внешность. Внешность, эти портреты, конечно, заставляют поностальгировать. Сколько с ними было пережито во второй части. Кстати, эти портреты взяты именно оттуда. Некоторые, я так понимаю, все здесь перемешано у нас теперь в обновленной версии. И можно выбирать кого угодно, кто больше всего нравится. Создавать будем по... Думаю, по канонам нашего канала, как обычно, бойца. В отличие от Icewind Dale, здесь мы создаем только одного персонажа. Все остальные пять человек добавятся уже во время прохождения сюжета. Чем ценен Baldur's Gate в этом плане? Что здесь больше ставка идет на сюжет и характеры тех, кого мы встретим. Кого-то мы возьмем в команду, кого-то нет. Кто-то будет добрым, кто-то будет злым. Кого-то выгоним, кого-то убьем. Ну, в общем, такие у нас дела. Но этот парень Минск, этот портрет брать нельзя. Потому что Минск обязательно у нас будет в команде. Очень харизматичный парень. Плюс еще у него есть маленький друг, который обычно живет у него на плече. Мы его только что видели. Вот эти портреты мне не знакомы. Это, видимо, добавилось с дополнениями. Таких, ну, этот был, этот был. Эти два не были. Опять Минск, только в другом, видите, ракурсе. Это я не знаю, откуда, как будто из Айсвиндейл они сюда попали. Эти тоже неизвестные портреты. Такое ощущение реально, как будто Айсвиндейл. Там такие были зарисовки. Ого, портретов, нифига себе. Ну что, друзья, создаем бойца. Собственный портрет загружать не будем. Слишком много чести себя загружать. Вот этот портрет я обычно играл давным-давно. И сейчас он снова появляется. Я просто решил посмотреть остальные. Как я и сказал, создавать будем бойца в латах с мечом и щитом. Это наша основа во всех прохождениях. Остальное посмотрим. Посмотрим, каких бойцов мы наберем. Главное, чтобы у нас был танк. Это самое главное. А от этого уже можно строить любую команду. Раса. Естественно, мы берем человека. Люди, преобладающие расой Фаэруни. Они правят большей частью значимых империй, государств, забытых королевствах. Это самая общительная и терпимая раса. За исключением может быть полуросликов. Люди могут развиваться в любом классе. А также это единственная раса, которая может иметь двойной класс. Но зато им недоступен мультикласс. Ну, двойной класс тоже неплох. Также можно было выбрать эльфа. Но эльф у нас и так будет в команде, я думаю. Полуэльф, дворф, полурослик, гном и полуорк. Ну, полуорка... Я не знаю, откуда взялся полуорк. По-моему, полуорков добавили с обновлением. Или я что-то забыл. Ладно, человек. Берем класс. Класс берем бойца. Боец это защитник, дуэлян, солдат и дебошир. Жизнь или смерть, которого зависит только от его знания оружия и тактических навыков. Бойцов можно встретить на передовой линии любого сражения, бьющимися лицом к лицу с монстрами и злодеями. Хороший боец должен быть сильным и здоровым, если он надеется выжить. Но опять же, сила и здоровье. Будем качать. Особенности в классе. Может носить шлемы. Это очень важно. Может носить любые доспехи и использовать любое оружие. Это тоже неплохо. То есть кожаный доспех, легкий тяжелый доспех, полные латы. Это все нам будет доступно. Может достичь высочайшего мастерства. 5 слотов в любом оружейном навыке. Может вложить 2 слота в навык любого стиля боя. И 3 слота в навык боя с оружием в обеих руках. Ну, оружие в обеих руках, наверное, упустим. При повышении уровня получает 1д10 пунктов здоровья. Основные параметры для двойного класса. Сила. Понятно? Все. Мы выбираем бойца. Можно было взять еще средопыта. Паладина. Ну, паладин нам встретится. Не буду, конечно, спойлерить. Но не знаю, как в первой части. Кстати, первую часть я начинал играть, но так до конца я не прошел. Но паладин встретится во второй части обязательно. Но до этого нужно еще дожить. До второй части посмотрим. Доведет ли нас туда жизнь в наших забытых королевствах или нет. Ну, берем бойца. Подкласс. Боец. Ну, подкласс боец в классе боец. Это означает, что мы будем без подкласса, да? Просто стать бойцом. Обычным, без определенных характеристик и свойств. Ну, я думаю, мы что-нибудь выберем из этих четверых подклассов. Кроме, конечно, первого. Ну, да. Нет, не выберем здесь ничего. Походу, только берсерк или только боец. Начинаю вспоминать, что это за подкласс. У каждого есть свой минус. Если мы хотим играть в латных доспехах или вообще в броне, то не стоит выбирать, например, варвара. Насколько я помню, да, латные доспехи варвары не носят. Тинсай вообще не носит никаких доспехов. То есть будет голый в штанах, но с мечом. Тоже неплохо, как монах, да? Ну, а убийство волшебников такой сомнительный класс. Можно его, конечно, взять для уничтожения магов. Но у него всего два преимущества. 25% вероятность того, что мы собьем заклинание мага. Ну, во-первых, 25% до мага еще надо добежать, пока он это читает. Он же не вблизи нас читает. Во-вторых, есть другие кандидаты у нас в команде, которые владеют заклинанием немота или там что-то такое, которое тоже может заставить заболчать мага, если нужно. Ну и плюс 1% сопротивления магии за каждый уровень. Довольно-таки маленькая характеристика, потому что мы только к 15-18 уровню. Это конец игры. Сможем иметь 18% защиты от магии. Ну и либо найти какое-нибудь кольцо, которое заменит эти самые проценты. Ну и самый большой недостаток, это, конечно же, что наш боец не будет носить никаких магических предметов, кроме оружия и брони. То есть кольца и ожерелья, я не знаю, пояс относится к броне, нет? Не проверял. Поэтому, ну, кольца и ожерелья, по-моему, мы не сможем надеть магически. Из-за того, что убийца волшебников отрицает всю магию. Вот поэтому эти три класса нами не подходят. Остается либо бесклассный подкласс боец, либо бесподклассный, вернее, класс боец. Сейчас запутаюсь. Либо берсеркер. Вот берсеркер, скорее всего, нам больше всего и подойдет. Это воин, сумевший достичь гармонию со своими животными инстинктами и способный во время сражения сознательно впадать в состояние боевого экстаза. Что позволяет ему сражаться дольше, жестче и яростнее, чем может кто-либо еще. Эта особенность делает берсеркера похожими на варваров, но не совсем. Зачастую это осознанный выбор воина, проходящего боевую подготовку. В любом случае, видя проявление сырепости и безжалостности берсеркеров, их противники будут терять свою решительность на поле боя. То есть, во время боя мы включаем с вами ярость и получаем усиление наших характеристик. Очень неплохое усиление, которое позволит нам за короткий промежуток времени нанести сокрушающий урон нашим противникам. И за это время нам, конечно же, их надо порвать, иначе... Иначе, сейчас ниже прочитаю, что будет. Этот класс весьма распространен среди дворфов, только у них он называется боевой свирепец. Ну, будем думать, что мы с вами воспитывались у дворфов. Преимущество обладает особой способностью ярость, которую может использовать один раз в день, плюс одно использование за каждые четыре уровня после первого. То есть, ярость можем использовать дважды в день после четвертого уровня, ну и восьмой уровень три раза, понятно, по нарастающей. Что же такое ярость? В состоянии ярости, которая длится один ход, персонаж получает к улучшению плюс два, к пробитию брони, ну, к пробитию класса брони 0, это такой параметр атаки у нас, в Dungeon Dragons, урону и классу защиты. То есть, мы получаем и усиление урона, пробитие защиты класса 0, и еще и получаем защиту. Также иммунитет к эффектам удержания, ошеломления, усыпления, заточения, откачивания уровней. Персонаж также получает временно 15 пунктов здоровья, если по окончании действия ярости у него будет меньше 15, он упадет без сознания. То есть, на нас не будет действовать никакие заклинания контроля, то есть, ни страх, ни слабоумие, ни удержание, а тем более, заточение и откачивание уровней на нас не повлияют. А у некоторых нехороших персонажей, которых мы повстречаем обязательно в игре, вот такие вот методы воздействия на наш отряд просто сокрушительны. Из-за этого проигрываются битвы, если у нас будет с вами берсеркер, то мы сможем подбежать к этому негодяю и заставить его замолчать, даже если мы не убийцы волшебников. В общем, вот так. Но есть и недостатки. После окончания ярости наступает физическое истощение, которое длится 5 раундов. В этом состоянии персонаж получает ухудшение, минус 2, к тому самому пробитию класса защиты, урону и классу защиты собственному. Может достичь только уровня опытности один слот, в навыках владения луками, арбалетами, но стрелять мы с вами сильно не сможем. В руках держать это оружие сможем, но наносить сокрушающий урон нет. Не может иметь законное мировоззрение, то есть берсеркер всегда немножко сумасшедший, а значит законником быть не может. Друзья, давайте возьмем берсеркера, будем считать, что нас воспитали дворфы и мы с вами немного сумасшедшие в битве. Хотя это не сумасшедший, это просто экстаз боевой, так это назовем. Ну что, определились? Определились. Значит, берсеркер. Мировоззрение. Мировоззрение. Вот этот параметр влияет на то, какую партию мы с вами соберем. Напомню, что в этой игре мы создаем только одного персонажа. Если в Айсвиндейл нам давалось сразу шесть штук, и мы фактически не меняли этот состав, да мы и не меняли, менять-то не на кого. А здесь же мы получаем в управление только одного персонажа, а дальше команда собирается уже по прохождению сюжета. И кого мы возьмем в команду, будет зависеть от нашего мировоззрения. Злые с добрыми никогда не уживались, но я всегда играл, естественно, за добрых. Потому что добрых персонажей в игре больше, и мы всегда выступаем за добро. Тут у нас тоже есть несколько распределений. Можно быть нейтрально добрым, можно быть хаотично добрым, можно быть истинно нейтральным, можно быть хаотично нейтральным. Давайте рассматривать только добрых. Нейтрально добрые. Нейтрально добрые персонажи верят, что баланс сил важен, но только в том, что касается порядка и хаос. Ограничивать же стремление к добру не следует, так как вселенная огромная и населена множеством созданий, преследующих разные цели. Преданность добру не нарушает равновесие, а наоборот даже способствует ее поддержанию. Необходимо ли во имя добра поддерживать существующую структуру власти или же, напротив, разрушить ее? Неважно. Сам по себе общественный порядок не имеет значения для таких персонажей. Барон, который нарушает приказ своего короля ради борьбы с тем, что он считает злом, является примером нейтрально доброго персонажа. Ну, друзья, дальше можно не считать, потому что для берсеркера это подходит, по-моему, больше всего. Можем еще прочитать хаотичным добрый. Хаотично добрые персонажи ярко выражены индивидуалисты, склонны проявлять доброту и великодушие. Они верят в добро и справедливость, но не слишком-то уважают законы и распорядки. То есть, тоже подходит, по идее, для берсеркера, законников мы быть-то не можем. Они терпеть не могут те, кто хватает народ за шкирку и навязывает свои правила. Поступки хаотично добрых героев определяются и собственными моральными стоями. И, несмотря на добрые намерения, они всегда встречают понимание у других членов общества. Смелый первооткрыватель, по пятам которого движутся поселенцы, хороший пример хаотично доброго персонажа. Друзья, давайте возьмем нейтрально доброго, он нам больше подходит. Так, дальше параметры. Параметры, которые нам очень важны. Для воина это сила, естественно, и телосложение, чтобы быть сильным и здоровым. Ну, как, собственно, и везде. Здесь есть опция бросок, благодаря которой мы можем с вами бросить любой параметр, либо подобрать это вручную. 18.56. Напомню, что максимум мы можем добавить 18 очков. А через дробь или слэш идет у нас дополнительная характеристика, которая добавляется сюда случайным образом. С помощью броска мы можем на нее как-то повлиять, но не всегда удачно. Идеальное отношение ближе к 100. Вот если будет 18.99 или там 18.00, это будет замечательно. Но выбить ее очень и очень сложно. Насколько я знаю, практически не... Ох, 18.88. Ничего себе. Давайте это запомним, конечно. Но все равно. Хочется, конечно, 90 получить, но 18.87. 18.90 это как... Как... В негласный минимум, который должен быть. Если повезет, конечно. Но не всегда получается получить это быстро. 18.77... 18.51... 88 это неплохо, кстати. Как для... О! Вот это оно! Друзья, это надо срочно запомнить. 18.00 это максимум. Максимум из максимумов. Это сотня считается. Чтобы его выбить... Не знаю, сколько людей сидят. Я его выбил за минуту. Меньше даже минуты. Это самое лучшее, что может у нас быть. Дайте еще раз это запомню. Потому что его выбить просто нереально. Но у нас получилось. На удивление. Дальше. Дальше выводим телосложение. Да. Так, назад не нажать. Надо нажать. Готово. Подождите. Телосложение теперь надо добавить. Интеллект, естественно, нам не нужен. Убираем интеллект в минимум. Ну, интеллект, смотрите. Тут персонаж с интеллектом 8 или менее совершенно неграмотен. Но это допускать нельзя. Надо добавить хотя бы 9. Харизма. Харизма необходима у нас для диалогов. И для руководства. Поэтому сильно харизму занижать тоже нельзя. Но можно 12. Я думаю, это будет оптимальный вариант. Телосложение. Вкачиваем 18. Ловкость. Можно чуть-чуть понизить. Все. 18. Ловкость. 11. Интеллект. Девятка. Мудрость. У нас нет больших характеристик. Нет. Мудрость у нас 19. Ой, его 8. Отражает интуицию персонажа. Его здравый смысл просвещенность. Это основной параметр для жрецов. Да, это для целителей хороший параметр. Но он также помогает защищаться от всяких там, я не знаю, заклинаний с контролем на разум там. И в общем, ну в общем, от маки, короче. Но мы будем попадать под него. Но у нас есть берсерк, который может включить и послать нафиг любого мага. Ну в общем, харизма 12. Ниже я опускать не буду. Ловкость 11. Я думаю, если я не помню уровни, когда повышаются в Baldur's Gate, то у нас очко дополнительное появляется. Если появляется, я думаю, доведем его до 12. И будет норма. Но эти два параметра обязательно максимальные. Дальше посмотрим. И харизма, чтобы не выглядеть дебилом. Интеллект 9, чтобы хотя бы какой-то свиток прочитать. Все. Запомнить. Запомнить. 18.00 это круто. Поехали дальше. Берем навыки. Боевые навыки. И просто навыки. У нас здесь, я не знаю, будет что-то или нет. Походу, походу не будет. Или будет, не знаю. Но у Вора, например, и в Icewind Dale, и в Baldur's Gate здесь было воровство, там взлом и все такое. У нас, по-моему, у них фига нет. Но с повышением уровня, понятное дело, здесь что-то, возможно, будет появляться. Здесь нужно выбирать оружейные навыки, с которыми персонаж начнет игру. Можно выбрать любой из представленных оружейных навыков, разрешенных для класса данного персонажа. Если это боец, можно вложить до 5 слотов включительно в один и тот же навык. Чем больше слотов вложено, тем выше навык владения данным оружием. Нужно иметь в виду, что персонаж может пользоваться любым оружием, разрешенным для его класса и расы. Даже если у него нет соответствующего навыка. Однако, в последнем случае он получит ухудшение к пробитию защиты. Таблица оружейных навыков. Опыт на среднем слоте. На этом уровне персонаж может использовать оружие без ухудшения. То есть, чтобы держать в руке, например, топор или длинный меч, нам достаточно по одному навыку. То есть, минуса не будет. Ну а дальше уже по нарастающей читать, я думаю, это не будет. Все дополнительные атаки доступны только воинским классам. Все. Во-первых, если мы будем щитовиками с вами. Поэтому нам нужен стиль боя со щитами оружием. На первом уровне в слоте персонаж получает улучшение плюс 2 класса защиты против метательного оружия. А это неплохо. И на второй специализации персонаж получает улучшение плюс 4 класса защиты против метательного оружия. Насколько я помню, можно только 2 класса прокачать. Да. Бой с обеими руками это для нас не подходит. Ну, с оружием в обеих руках. Дальше. Обычно длинный меч мы с вами будем использовать. Короткий меч это для магов. Полуторный меч это... Ну, в принципе, полуторный меч можем использовать. Ну, мы еще берсеркеры, поэтому и топоры. Иногда я даже топорами любил порубиться в свое время. Двуручный меч тоже хорош, но мы щит со щитом будем. Он нам не нужен. Значит... Значит, мы берем длинный меч обязательно. Сюда мы можем до 5 вкачать. Уже длинный меч у нас будет без ухудшений. А топор... Это, конечно, экзотика уже пошла. Но топоры, в принципе, неплохая вещица. Я не люблю порубиться. Тем более мы без берсеркер. Давайте сделаем так. С повышением уровня потом мы сможем с вами дополнить тот вид оружия, который у нас будет в наличии, и прокачать его. А щиты... Нет, не щиты. Луки и арбалеты только по одному навыку мы можем. По одному очку добросить, чтобы все было без ухудшений у нас. Но улучшения в стрельбе нам не видать. Поэтому держать в руках сможем, но не сможем, например, быть искусным лучником или арбалетчиком. Нам это не надо. Все, готово. Это мы тоже взяли. Внешность. Внешность персонажа, которая характеризует, как мы будем выглядеть. Ну, ладно. Ладно, выбираем. Выбираем. Выбираем какую-нибудь... Хотя какая разница, но мы все равно это все не увидим. Кожу. Кожу берем какую. Ну, нет. Давайте вот эту розоватую. Не белую. Мы же не с севера приехали. А белые ходоки, да? Одежда. Одежда берсеркера должна соответствовать. Это, наверное, какие-то тут тоненькие линии. Попробую в них попасть. А что это за линия? Это же не черный цвет, да? А где черный цвет? Божем синими быть. Нет, синим мы не будем. О, черная одежда. И, в принципе, меня устраивает красные эти. Отделка эта. Наручи красные будут. Как раз берсеркеры так всегда и выглядят. Готово. Это у нас тут что? Звуки. Это мы выбираем голос нашего персонажа. Это женские звуки. Это мужские звуки, да? Ну да. Давайте послушно кого выберем. Да, старые добрые. Балдуранские крики, да? Брут. Давай сюда. Что, на русском, что ли? Ну что ж. Слушайте, я не ожидал. Я не думал, конечно, что здесь будут выкрики на русском. Задаем им жару. Нет, ну это для берсеркера не годится. Ты заслужил. Ха. Пора выкинуть парочку трюков. Тут вам и конец. Смерть врагам. Это вообще как лютик. Давайте женские послушаем. Тот тоже два на английском. Угу. Кто теперь хочет попробовать? Хм. Здесь, конечно, повеселей, конечно. Мужской, я так понял, один актер озвучивал вот до этого. И то. Это кажется. Он тоже тут чуть-чуть изменил голос. Давай сюда. Да нет, это какая-то другая. Ну что ж. Тогда я заглавну. Но для берсеркера, думаю, вот этот подходит. Ну интересно, конечно, поиграть на русском. Но на самом деле озвучка здесь только, я так понимаю, в боях. Диалоги же у нас не озвучены в этой игре. Поэтому вот это то, что мы слышим. Этого больше, чем достаточно. Ты бы не хотел, чтобы мои руки были без дела. Ну там, знаете, команду даем. Он будет говорить что-то. Поэтому давайте брут. Мужской брут оставляем. Готово. Мы выбираем, естественно, имя. Имя у нас одно. И я на английском его пишу. Не знаю, как оно будет гармонировать. Но на всякий случай напишу на английском. В общем, что мы с вами имеем. Имя Шет. Мужчина. Человек. Берсерк. Мировоззрение нейтрально-добрый. Сила 18-0-0. Ловкость 11. Телосложение 18. Интеллект. Мудрость страдает. Харизма на высшем среднем уровне. Оружейные навыки. Длины меч топорик. Стиль боя со щитом и оружием. Мы можем пользоваться щитами. И еще и махать мечом. По-моему, самое оно. Принимаем. Выбираем сложность. Сложность нормальная. Базовые правила. Этот уровень предназначен для опытных игроков. Противники наносят на 25% меньше урона. Подождите. Базовые правила. А что стоит он на нормальном уровне у нас сразу? Группа получает все преимущества. Нет, это не надо. Группа получает на 25% меньше урона, не применяя свою лучшую заклинку. Нет, это не годится. Нам нужны базовые правила. Я думал, нормальный уровень это и есть базовый. Нет. Почему-то автоматически нас перенесли на уровень ниже. Нам нужны именно базовые правила для опытных игроков. Отлично знакомых с правилами Dungeon Dragons, но не знаю. Сложно я, наверное, не буду ставить. В любом случае, если что, потом мы с вами всегда можем переместить курсор. Но базовые правила я ставлю всегда. Не понимаю, почему их сместили на один пункт. Это классически. На один пункт ниже. Может, тут усложнили игру? Ну, ощутим, в общем-то, прелести нашего с вами приключения. Ну что, приключения ждут. Поехали. Расположенная посреди высоких скал побережья меча, Цитадель Кэндлкип – это место хранения одной из величайших и самых больших коллекций писаний в Файруне. Эта величественная крепость всегда остается в стороне от всех интриг, которые периодически имеют место в забытых королевствах. Она уединенная, хорошо охраняется. И это – дом. Среди этих священных залов знаний начинается ваша история. Большинство из прожитых вами 20 лет вы провели в суровых замковых стенах под опекой мудреца Гориона. Заменив вам отца, он вырастил вас, рассказывая тысячу и одну историю о героях и чудовищах, любовниках и злодеях, битвах и трагедиях. Однако одна история осталась нерассказанной. История вашего истинного происхождения. Сказали, что вы сирота, но ваше прошлое окутано завесой тайн. Последнее время Горион начал от вас отдаляться, как будто его сердце тяготит какая-то серьезная проблема. Вы, как могли, мягко поинтересовались о том, что его беспокоит, но ваши старания пропали даром. Вас утешает лишь то, что вы знаете. Он – мудрый человек. И когда придет время, он вам все объяснит. Однако его молчание беспокоит вас. И вы не можете избавиться от ощущения, что происходит что-то чудовищно неправильное. Горион сегодня сам на себя не похож. Ужасно взволнован, а тут еще и прервал вашу работу посреди дня. Он поспешно дал вам указание готовиться к путешествию. Вручил все золото, какое у него было, но толком ничего не объяснил. Однако теперь вы стоите перед таверной Кэмбелл Кипа и готовы приобрести все, что может вам понадобиться в незапланированном и неожиданном путешествии. Текст немножко не совпадает с озвучкой, но ничего, немного тиховат, надо будет немного добавить. Хо-хо. Дневник обновлен в поиске Гориона. Ну, тут он Горион, в английской версии Горайн был. А вот и мы. Можно увеличивать масштаб. Это очень круто, но это я с этим познакомился еще в обновленной Айсвиндейл, поэтому для меня это не новшество. Это круто, конечно. В оригинальном Болдорсе первом этого делать было нельзя. Что мы имеем? Дневник обновлен. Это карта мира. Это Кэндл Кип, где мы провели с вами все свое детство и молодость. И теперь, как вы слышали, Горайн срочно нас отправляет в путь. Узнаем сейчас зачем. Ух ты, новый дневник. Задание. Важные события. Горион, мой приемный отец, сообщил мне, что нам нужно немедленно покинуть Кэндл Кип и отправиться в путь. Он дал мне немного золота на покупку самого необходимого, в том числе оружия и доспеха. Дневник. Текст для поиска. Это я могу сам вести свой дневник, записывать какие-то свои мысли и заметки. Все. Все. Дальше у нас идет инвентарь. Вот деньги, которые нам дал 110 монет. Все, что у нас есть, это боевой, самый элементарный посох. И больше пока что ничего. Все остальное нам нужно будет приобрести. Это статистика и биография, настройки персонажа, экспорт нейтрально добрый. Пока что мы это трогать не будем, да мы, собственно, с этим всеми познакомились. Ну и настройки игры. Все. Вот и весь у нас с вами инструментарий справа и слева. Здесь у нас есть это показ деталей. Что это такое? А, это места, с которыми можно взаимодействовать. Это включение искусственного интеллекта, а это выбор всей группы. Дальше панель у нас идет, быстрый подбор предметов. То есть собираем все, что лежит вокруг нас. Это окно диалогов, это ударить кого-нибудь. Так, это пустая рука, у нас две ячейки с вами свободны. Потом защита, можно встать в защиту. А это специальные особые навыки, где, возможно, находится наша ярость. Да, вот она ярость. Один раз в день до сна мы можем ее использовать. Быстрый подбор предметов. Так, а как нам вернуться обратно? Не знаю. Эй, ладно. Подождите. Реально, как нам... А, он возвращается так обратно. Ну все, выбираем теперь приближение экрана. Можно, конечно, вот так играть, но это нам не годится. Вот так будем играть. Как нам сохраниться? F5 по традиции, да? Нет, F5 это не то. Как нам сохраняться? Что это? Это отдых. А, вот еще опция, минутку. Быстрое сохранение. Q. Не F5 у нас здесь. У нас это кнопка Q. Быстрое сохранение произошло. Ну, шикарно. Я берусь. Как вы слышите, он у нас еще периодически разговаривает. Так, ну давайте выполнять требования Гарайана. Здесь стоит первый какой-то мужик. Собственно, наставник. Это, походу, тот, кто нам расскажет о заигры, да? Обучение. Привет тебе, дитя. Здравствуй, дитя. Мне поручили рассказать тебе об основах игровой механики, передвижения и времени. Если что-нибудь такое, о чем бы ты хотел узнать больше. Ну, я думаю, мы не будем в это внедряться. Игровая пауза, карта местности, масштабирование игроков экрана, передвижение о раундах боя. Пока ничего, я лучше пойду дальше. В общем, если что, мы к нему обратимся. Хорошо, возвращайся, когда захочешь продолжить уроки. Понятно. Тут еще стоит дамочка. Ее зовут Флидия. Чего она от нас хочет, сейчас будем узнавать. О, привет! Я думал, она весь текст будет читать. Нет? О, привет! А тебе нигде не попадался мой экземпляр книги «История Халруа». Ты ведь знаешь, как я не выношу постоянное шарканье старческих ног в библиотеке. Поэтому я надумала немного подышать свежим воздухом к востоку отсюда. И ох, как же я ненавижу быть такой рассеянной. Прошу, если найдешь мою книгу, принеси ее. Она мне очень нужна. Хорошо. Книга в Флидии. Так, заходим в дневники. Милая рассеянная Флидия опять потеряла одну из своих книг, на этот раз «История Халруа». Во время своего прошлого визита в Кендрикюб она потеряла целый комплект из четырех томов. В стоге сена, которое мы заготавливали для коров. То есть самый простой квест где-то находится в стогах сена. Интересно, на мини-карте он будет, поменьше нет? Жилище жрецов, храм Огмы, склад, лечебница, кендалки, собственно, персона, ночлежка и казармы. Ясно? Коровы здесь, значит книгу будем искать где-то в этом районе. С коровами общаться нельзя. Иногда хочется, как в Девините Оригинал Син. Так, эти парни в зеленых накидках стоят здесь повсюду. Здравствуй, дитя. Я здесь, чтобы рассказать тебе о кругах на земле под любыми созданиями. Есть ли какие-нибудь цвета, требующие для тебя объяснений? Желтый — это страх, красный — это враг, зеленый — это друг, голубой — это... Я не знаю, что это, голубой. Создание с голубым кругом внизу не является ни дружственным, ни вражденным. Выбрав его, с ним можно свободно начать диалог. Если в создании есть что-то сказать, появится диалоговое окно. Тебе также нужно будет предложить ответить. Понятно. А фиолетовый-то что? Фиолетовый круг появляется под персонажами, если они становятся недоступны, как правило, в скриптовых сценах. Ну, понятно, если персонаж занят. Все, я знаю все о кругах. Спасибо за информацию. Так, корова здесь, а где же книга? Какой кнопкой подсвечивать предметы? Сейчас, минуту, вот этот меня вопрос интересует. Alt не работает, Shift не работает, Ctrl не работает. Какая-то кнопка должна была подсвечивать предметы? Подождите, ну какая-то должна была подсвечивать предметы? Ну, не предметы, а хотя бы... А, так сейчас мы это и сделаем. Показ деталей. Какой кнопкой это делается? Наставник. В принципе, можно оставить показ деталей, пусть будет на самом-то деле. Блин, я так рад, что вернулся в Candlekeep. Вы слышите, это пение птиц, атмосферу. Небольшого поселения, огражденного стенами. Корова. Ну, не знаю, эти надписи корова, кто здесь кто, наставник. Время, я так постоянно увеличиваю и уменьшаю экран. Надо как-то от этого отучаться. Надо выбрать правильно достаточно удобное расположение экрана и больше к нему не возвращаться. Ладно. Ладно, пошли дальше. Что ты нам хочешь рассказать? Здравствуй, дитя. Говорю, он попросил меня рассказать тебе об экране снаряжения, а также о настройках персонажа и повышении уровня. Снаряжение не надо, настройки персонажа, повышение уровня. Расскажи мне об экране данных персонажа. Экран данных персонажа открывается подобно экрану снаряжения. Там можно посмотреть статистику персонажа, но это мы все знаем. Все окей, прошли дальше. Если что-то непонятно, потом вернемся. Мы здесь еще какое-то время с вами походим. Пару серий, так точно. Жилище жрецов. Привет, дитя. Привет, дитя. Я могу рассказать тебе о некоторых особых факторах риска, касающихся всех искателей приключений. Ну, усталость. Понятно, что надо периодически спать. Боевой дух. Эффективность. Эффекты опьянения. Болезни. Отравления. Все это надо лечить. И желательно в храме жрецов. За определенную естественную плату. Так, я вижу сток сена. И вижу кого-то мужика. Его зовут Дриппин. Ну, чего надо? Флидия снова оставила здесь одну из своих книг. Она в сене рядом с коровой. Если отнесешь ее к Флидии и вернешься, у меня будет для тебя одно поручение. Ну вот, квест развязался. Это как бы азы того, как здесь решаются квесты. История Халруа. Мы добавили эту штуковину в наш инвентарь и можем прочитать книги. И, напомню, мы обычно читаем в наших прохождениях. Поэтому будьте готовы. Кто не готов к вчению, проматывайте это сразу. Видео кусок. Потому что мне интересно, на чем стоит этот мир. Итак, история Халруа. Государство Халруа было основано несколько веков назад волшебниками, бежавшими от Фаеримов в то место, которое позднее стало пустыней Анаурух. Первые волшебники прибыли сюда на уникальных летучих кораблях, изобретенных в Нитериле. И обнаружили прекрасную плодородную страну, населенную лишь скотоводческими племенами, большими стадами зубров и дикими ровами. Здесь они и решили укрепиться на случай, если Фаеримы будут их преследовать. Фаеримы так и не появились, но у новых государств, и без них проблем оказалось достаточно. Столетиями варвары Домбрата не оставляли в покое порты и границы Халруа. Однажды ведомые устойчивым к магии вождем, домбранцы оккупировали всю территорию страны к югу от озера Халруа. Они были разбиты великим архимагом Микантилом, убившим предводителя варвара. В том сражении 40-тысячная армия Домбрата была остановлена пятью сотнями халруанцев. 200 волшебников, включая Микантила, не вернули с поля боя. Последняя война случилась на территории Халруа, произошла менее 100 лет назад. Жадный до власти король Лаполин провел свое войско через Теладский перевал и атаковал границы Халруа. Его союзниками были бандиты пустошей, но к тому времени войско Халруа уже было гораздо больше. Оно включало в себя и воинов, и магов на летающих кораблях. Нападавшие были легко обращены в бегство. Кроме того, около 500 лет назад в Халруа случилась гражданская война. Часть волшебников пытались отстоять свое право проводить эксперименты, запрещенные даже в Нетериле. Ренегатов и знали из страны, но они основали новое государство Тей. По крайней мере, так говорят Халруа. Последнее время Халруа живет в мире, но крайне в мире без официально объявленных войн, но по-прежнему страдает от набегов пиратов до мбрата, бандитов с пустошей, дикарей из джунглей, мхер, а также разнообразных разбойников и жадных волшебников, которые считают, что магия и богатство растут в Халруа прямо на деревьях. Постоянные вражеские набеги сделали Халруанцев воинственными подозрительными к чужакам и консервативными. Жители говорят, раз уж нами всегда правили волшебники, значит всегда и будут править. Очень мелкий шрифт, очень болят глаза, не знаю, надо как-то посмотреть, увеличить, но что-то надо делать. Еще и бумага пожелтевшая. Это, конечно, неплохой создает эффект старой книги, но читать сложновато. Так, я сохраняю, сейчас я попробую, друзья, в опциях поискать увеличение шрифта, потому что, ну, очень, очень-очень мелкий шрифт. Так, я там какие-то опции натыкал, сейчас попробую еще раз в книгу залезть, отобразится ли это на книге. О, ну это ж другое дело, ну это ж вообще была мука, у меня чуть ли глаза не вытекли. Да, игра все-таки, все-таки проработана достаточно хорошо, главное, чтобы не было багов, и это просто мечта. Это просто мечта вернуться в Балдурсгейт, где даже можно шрифт увеличить, чтобы не плакать возле книги, а читать это всегда интересно. Ну что, вот так мы с вами раздобыли книгу, которую успели прочитать, пока несли от коровника к хозяйке. Здорово. Ну ладно. А что мы не можем в бочку залезть? Не знаю. Я раньше бочки, по-моему, оббирал всегда. Наставник опять есть, дрепи. Ну что, понесли книгу. Это наш с вами самый первый квест, который мы выполняем в нашем Кэндлкипе. Мы немножко обеспокоены, потому что не знаем, почему нам срочно нужно покидать это место. Скоро узнаем. О, привет. Моя книга. О, ты напоминаешь мне Гориона. Я его буду называть не Гориона, а Горионом, как по старой памяти. Даже если это ударение неправильное, я так привык. Когда так улыбаешься, ему было нелегко тебя воспитывать. Я знаю, но он говорил, что это тяжкий труд во имя любви или даже во имя судьбы. Ты должно быть действительно особенное дитя, раз такой немногословный человек, как он, тебя хвалит. Вот, возьми от меня этот небольшой драгоценный камень. Может быть, Винтроп даст тебе за него что-нибудь. Винтроп, Винтроп. Книга. Фридли. О, тут уже читать можно, здесь нет. Бедная рассеянная Фридия дала мне драгоценный камень за то, что мне удалось вернуть ее потерянную книгу. Не забудем, что мы еще успели прочитать. Похоже, кендлки опровергают все законы экономики. Чем больше в нем содержатся книг, тем ценнее они становятся для тех, кто их читает. Чем больше предложения, тем больше спрос. Да уж, от всех этих размышлений у меня начинает болеть голова. Пора заложить этот камень и получить за него хоть какое-то вознаграждение полезное. Так, ладно. Как нам с вами пометить теперь квесты? У нас есть закрытые книги. Это дата, которую не обязательно выводить в дневнике. Это задание завершено. Оно так и будет интересно висеть, или потом куда-то исчезнет. Ладно. Есть. Горион, мой премьерный отец, сообщил, что мне нужно немедленно покинуть кендлки и потратиться в путь. Он дал мне много золота, на покупку с вами уходим, в том числе оружие и доспехов. Теперь нужно найти магазин, где мы эти с вами доспехи и оружие купим. Давайте зайдем в это место. Это гостиница Кендлкипа. Возможно, здесь даже кто-то что-то и продает. Нам с вами выдали рысий глаз. Можем узнать, что это за предмет. Особая разновидность лабрадорита полевого шпата. Лабрадориты имеют окраску от светло-серой до темно-серой с влетящими цветными вкраплениями. Такая искра может быть любых оттенков, но преобладает голубой. Лабрадориты с зеленой искрой в королевствах называют рысьим глазом. Блин, чего нет рисунка? По-моему, они были тогда цветные. Здесь же заменили на чертежи. Видите, просто чертежик, а сам он выглядит вот так. Видимо, не смогли раз увеличить, наверное. Ну, в принципе, ладно. Главное, что в инвентаре он выглядит симпатично. А там просто чертеж. Давайте войдем в таверну. Тут тоже есть наставники, которые нам что-нибудь, да, поведают. Винтроп – это глава таверны, у которого, возможно, что-то можно купить. Привет тебе, дитя. Ой, здесь диалоги увеличились. Отлично. Ну, в смысле, шрифт увеличился. Теперь читать намного приятнее. Меня попросили проконсультировать тебя о том, как вести дела с торговцами, владельцами гостиницы таверны, а также всеми прочими. Могу что-нибудь рассказать? Ну, как продавать не надо. Аренда комнат я знаю. Расскажи мне, как узнать слухи в таверны. Надо купить просто выпивку. Это мы тоже все в курсе. Так, следующий наставник. Привет. Меня попросили рассказать о некоторых более сложных принципах передвижения. Как пользоваться лестницами, да просто нажать на нее. Как открывать дверь, уже открыли. Как войти в здание или выйти из него. Как путешествовать между локациями на карте мира. Ну, это мы знаем. Как подбирать предметы... О, предметы с земли. А ну. Чтобы собрать предметы пожарных врагов, нужно нажать на груду предметов, остальных на земле. Появившись в окне, предметы, которые можно взять, будут слева, содержимое этого рюкзака справа. Нажми на значки предметов, я думал, кнопка какая-то будет на клавиатуре. В качестве альтернативного варианта можно активировать систему быстрого подбора предметов, нажав на красную кнопку в виде камня в левой части игрового экрана. Вот она. Но, 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 но. На клавиатуре нет. Нажимая на значки предметов, они будут перемещаться в твой рюкзак. Кто избавит от необходимости искать груду выбавших предметов? Что избавит? Предметы из контейнеров та же. Пока что мне ничего не надо. Кнопку надо будет в управлении посмотреть, как быстро подбирать и как подсвечивать предметы. Какая-то кнопка была подсветки. Ладно, ладно, давайте поговорим, что это, посмотрим, что это за мужичок здесь стоит. Блин, я в восторге. Я снова в, снова в забытых королевствах. Фаербит эльфоподобный. А, да, я снова в священных залах Кэндлгипа. Из-за этого железного кризиса поездка из береговства оказалась куда более опасной, чем я могу передать словами. Ты приемное дитя Гориона, не так ли? Вот это да. Ты уже в совсем зрелом возрасте. Если позволишь ревнивому до молодежи старику так высказаться, я оставил свиток заклинанием опознания у Теториала. Он где-то во внутреннем дворе. Или дворике. Должно быть, он уже закончил его изучение, так что если сможешь принести его мне, я буду очень благодарен. Хорошо, получили квест. Еще один принеси подай пока что, но это нормально в начале каждой ролевой игры. Фаербит эльфоподобный старый маг из береговства. Иногда заезжающий сюда в гости оставил свиток заклинанием опознания у Теториала, который обычно бывает во внутреннем дворе. Клянусь без меня и моей готовности исполнять бесконечные поручения, эта крепость уже давно превратилась бы в ту самую пыль, из которой когда-то появилась. Дневник здесь тоже очень интересно читать, потому что повествование идет не просто найти книгу или еще что-то, а как в Ведьмаке. Повествование идет от главного героя. Но в Ведьмаке у нас, например, от Лютика идет повествование в дневнике, а здесь от нас самих. Поэтому читать здесь тоже это довольно интересно. Ладно. Давайте посмотрим, что тут творится на кухне. Дворянин и дворянка. Что они тут делают, непонятно. Будет гораздо лучше, если ты оставишь меня в покое. Ну, как обычно. Подойди поближе к огню, дитя. Тебе просто необходимо как следует погреться, чтобы растопить холодные взгляды этих монахов. Они ведь очень некостеприимны, не так ли, Лави? О, да, дорогой, они крайне замкнуты. Они ведут здесь достаточно уединенный образ жизни и не привыкли к обилию гостей. Вы, пожалуй, немного ярче, чем те, кого они обычно видят. Ну, грубить мы не будем, давайте объясним первым вариантом. Ярче? Дорогой, может быть, нам стоит одеваться попроще, чтобы не слишком выделяться? Стой попробовать, дорогая. Хотя, возможно, дело не только в нашей одежде. Впрочем, их отношение вряд ли сможет стать хуже, чем сейчас. Благодарю тебя за это предположение, Шет. И за твою тактичность, всего тебе хорошего. Надеюсь, нам показали, как можно выходить из диалогов по-доброму. Ну что, посмотрим, что тут у нас на полочке. Есть кинжал. Отлично, подсветка у нас тоже имеется. Это все брать пока что нельзя. Ну, зайду, раз можно. Посмотрим, что в сундуке. Сундук закрыт. Может, попробуем взломать. А взломать, взломать, взломать мы не можем, потому что мы не воры. Ладно. А вот и Винтроп. Привет тебе, дитя. Захотелось навестить старого приятеля Винтропа, да? Хорошо, только не забудь про 5000 золотых входной платы. Согласно обычаю, Кендапер, ты ведь знаешь. Это шутка, да? Ты всегда был большим шутником, Винтроп. Эта шутка становится все смешнее и смешнее каждый раз, когда я ее слышу. Но, может быть, не совсем каждый. О, с тобой, мой друг, тоже не соскучусь. Все эти монахи вокруг нагоняют на меня тоску. Ходят, словно колы проглотили. Но ты-то знаешь, тебя я всегда рад здесь видеть. Горион хорошо воспитал тебя. Итак, что я могу для тебя сделать? Хочешь выпить, снять комнату или купить что-нибудь? Конечно, что там у тебя есть. Ну, а вот старый добрый съем комнаты. У нас есть 110 монет, но нам это сейчас не нужно. Нам нужны доспехи хоть какие-то. Королевская, дворянская, крестьянская и купеческая. Хотя это неплохое место для отдыха, комната такого типа не более, чем просто крыша над головой. В реале здесь получится существенно восстановить свои силы, какая цена такие апартаменты. То есть, за одну монету мы можем просто переночевать, но здоровье, возможно, полностью не восстановится, но я в этом не уверен. Излюбленные номера скромных странствующих торговцев. Это купеческая комната. Простые, но удобные. Хорошие, крепкие матрасы, свежее белье. Это вполне достаточно, чтобы проснуться с презентабельным видом. Ну и никаких изришевств, которые могли бы вызвать желание поспать подольше. Но здоровье восстановится. Но это уже дворянская. У Айсвиндейли я своих уже в конце только в дворянской отправлял спать. Эти комнаты демонстрируют отличное качество по довольно умеренной цене. А для тех, кто привык спать под открытым небом, представляют несомненную роскошь. Лишь самый жизненный богач мог бы пожаловаться на такие удобства. Ну и королевская стоит 8 монет. По-настоящему роскошный отдых за соответствующую непомерную цену. Кровати наполнены мягчайшим пухом, убраны лучшими шелками и бельем кремшана. Отдых здесь практически заменяет неделю отдыха в простой комнате. Хотя кто, кроме королевских осок, может позволить себе такие затраты? Да я могу. Я могу здесь 10 раз даже больше переночевать. Здесь также есть небольшие, да не небольшие, а серьезные предметы. Интересно, мне здесь надо покупать или нет? И что мне надо купить? Там что-то не написано, что именно. Ну ладно. Ну и слухи, которые можно тоже послушать, приобрев, купив, заказав определенную выпивку. Нам слухи пока не нужны. Деньги тратить не будем. Ну что, пошли посмотрим, что наверху еще там делается. Тут у нас скромная таверна. Спит какое-то тело. И у него есть 4 монетки. Это не очень хорошо, конечно, оббирать спящих. Но жизнь такая. Спящий двор. Некоторые ящики заперты, некоторые забыли запереть. О, здравствуйте. Не трогай меня, я могу что-то подцепить. Мои извинения, мне весь день пришлось провести по ушу в книгах, хранящихся в крепости. Так что сейчас я нахожусь немного в замешательстве. Можно его ограбить, смотрите. Мне лишь бы было интересно, кто еще остановился сегодня в гостиной. Ты кто будешь? Давайте узнаем, кто это. Я мог бы с равным успехом быть кем угодно, но я христиан из Ватергипа. Судя по всему, ты не знаешь ни имени моего рода, ни его истории. Это меня вполне устраивает. Эти путешествия в Кэндалке выглядят немного необычно с моей стороны. Хотя я не употребляю запрещенных веществ и не хочу, чтобы об этом узнали все. Именно поэтому я буду тебе весьма признательно, если ты прекратишь свои странные попытки знакомства и оставишь меня наедине с моими мыслями. Ладно. Как скажете, что во сундуке. Понял. Взламывать не будем. Но тут все закрыто. Чтобы что-то взломать, нужно, конечно, иметь навык воровства. Что? Я опять надеюсь, что разносение этому вторжению объяснитесь. Мои извинения просто ошибка, нет никакого повода волноваться. Просто ознакомлюсь с соседями. Ты кто будешь? Меня зовут Квинси. Все остальные мое личное дело тебя не касается. Уходи, пока я не сообщил стражу об этом вторжении. Ладно. Чего такие злые? Я просто ознакомлюсь. Смотрите, у каждого персонажа, который здесь находится, есть своя история, прикиньте. Эта игра вышла в 98-м году. Как вам? Ну, понятно, здесь будет доработано все. Усовершенствовано, но сама игра в 98-м году и такой масштаб. Или в 99-м. Точно сказать не могу, но 20 лет ей скоро будут праздноваться. Или уже отпраздновали. Так, ладно. Где мы что купим? Казармы. Ночлежка. Кэндлкип. Жилище жрецов. Хромогмы, склад и лечебница. Пошли просто прогуляемся. Нам надо, конечно, было купить предметов. Я не знаю, каких. Что такое? Какие-то предметы надо было приобрести. Наверное, броню, меч и щит, возможно. Наблюдатель. Здравствуйте. Нужно было вступать в армию. Винтроп старается держать свои цены на таком низком уровне, на каком только может. Но я думаю, это скоро изменится. Прошло несколько недель с тех пор, как сюда в последний раз заходил торговый караван. Это охрана местная. Тоже бегает с палками. Видимо, им тоже надо приобрести какое-то вооружение. Погодка сегодня, кстати, ничего. Погодные условия будут меняться. В настройках я опцию не убирал. Так, что у нас... Подождите. Что ты нам хочешь рассказать? Я так понимаю, тебе могут пригодиться мои знания об особых умениях искать или приключения. Есть что-нибудь, что тебе нужно узнать? Способность священнослужителей знания нежити. Священники и паладины могут использовать свои священные символы для отражения нежити. Чтобы воспользоваться этой способностью, нужно нажать на кнопку знания нежити. Если уровень персонажа достаточно высок, любая нежить в пределах поля его зрения будет разбегаться, пока эта способность активна. А более слабая нежить может быть сразу же уничтожена. То есть, это как у меня ярость, так и у других моих компаньонов может быть эта характеристика. Войсская способность защита. Паладины и бойцы и следопыты могут защищать кого-либо персонажа с определенной области, если нажать на кнопку защиты, а затем выбрать место или персонажа, нуждающегося в защите. То есть, мы придем на помощь тому, кому нужна помощь. Круто звучит. В режиме защиты этот персонаж будет атаковать любое создание, которое приблиться к заказанной области или нападет на защищаемого персонажа. Понятно? Петь Барда это вдохновение, да? Барда могут распевать песни, которые снимают с союзников любые эффекты страха, а также поднимают их боевой дух до максимального уровня. Пока Барт поет, никто из союзников никогда не убежит в панике. У нас в Вайсвенделле был в команде Барт. Мы знаем, что это. Чтобы начать петь песню, нужно нажать на кнопку петь Барда. Во время пения Барт может только передвигаться. Шаманский танец. Это я не знаю. Шаман мне не знаком. Это, видимо, добавили с обновлением, наверное, шамана. Или я ошибаюсь? Но я в любом случае никогда за шамана не играл. Чтобы шаман начал свой танец, нужно нажать на кнопку шаманский танец. Пока эта способность активна, шаман не может совершать никаких других действий, даже передвигаться, но будет постоянно призывать духов, готовых помочь в бою. Эти духи действуют сами по себе. Шаман не управляет их действиями, но они достаточно умны, чтобы отвлечить союзника от врага. Да, шаман, это интересно. Учиться никогда не поздно. Что у нас в бочке? Восемь монеток. Смотрите, так и заработаем мы еще с вами. Достаточно. Это казармы. Можем войти посмотреть, что-то там нам расскажут. В казармах стоит фуллер. Здравствуйте. О, сколько же медовухи мы вчера попили. Этот хал здорово набрался. А утром бедняге пришлось идти охранять ворота. Даже не знаю, как это у него получится. Ну да ладно, что я могу для тебя сделать? Мне просто интересно, есть ли у тебя какие-нибудь поручения, которые я могу выполнить для тебя? Поручения, да, есть. Мне нужна связка арбалетных стрел. Если сможешь достать их в гостинице Винтропа, я возмещу твои, ну, расходы. Ладно, накину еще несколько монет, только перестань на меня так смотреть. Так, мы получили еще один мини-квест. Поручение фуллера. Фуллер отходит от вчерашней пьянки в казармах. После недолгих уговоров он согласился дать мне несколько монет, если я принесу ему связку арбалетных стрел от владельца гостиницы Винтропа. Я так понимаю, что Винтроп у нас заведует всеми торговыми операциями, да, в этом месте? Это все, по идее, должно быть закрыто. Ё-моё, можно брать. И никто мне ничего за это не скажет? Нет, ну не красным горит. Не красным. Я запертый, открывать не буду. Наблюдатель не против, да, наблюдатель? Извини, дитя, но тебе нельзя находиться здесь, а теперь беги, займись чем-нибудь полезным. Да кто мне что сделает? Я же приемный сын Гориона. Я могу здесь делать вообще все, что хочу. Так, в любом случае у нас появился меч. Мы можем сменить его... ...на шест. Длинный меч Хала, который у нас есть бонус. На него. Хорошо, что такое? Так, идем дальше. Здесь еще какой-то сундук. И еще 15 монеток. Я же говорю, мы с вами поднимемся, пока прогуляемся. Ночлежка. Что у нас в ночлежке? Hello? На моем ножике уже написано твое имя. Карбас, эй ты, ты мелкая отродья Гориона, так ведь? Да, подходишь под описание, а ты не выглядишь слишком опасно. Опа, на нас нападают. Я его дитя, если ты это имеешь в виду. Приемное дитя, если быть точным. Он вырастил тебя, как своего ребенка, но ты не его крови. Твоя голова ничего бы не стоила, будь ты на самом деле его ребенком. Нет, я точно знаю, ты моя цель. Мой проездной билет из этой сточной канавы, как только я прикончу тебя. Так, начинается первый наш бой. У него нет в руках, по-моему, оружия, но у нас есть меч. Сейчас мы, конечно, получим с вами. Не ожидал, что нас нападет. Работаем. Шанс попасть здесь небольшой. Но смотря кому как повезет. У меня такое ощущение, что у меня деревянный меч. Вот так у нас происходит бой. Я его убил с одного раза. Получил первый опыт. Ё-моё. Друзья, у нас первая кровь на руках. Так, это я продам. Ничего себе. Кто-то уже пытался нас уделать. С одного удара мы это сделали. Как говорится, крещение наше первое. Так, тут стоит наставник. Здравствуйте. Привет, Димитар. Хочешь узнать о воровских навыках? Я тот, кого ты можешь расспросить. Как взламывать замки? Чтобы взламывать замок, нужно нажать на кнопку воровских навыках, а затем выбрать контейнер или дверь, который надо вскрыть. Если навык взлома развит, достаточно ты справишься с замком и сможешь открыть дверь или сундук. Но опасайся ловушек. А чтобы что-то украсть у какого-либо персонажа, нужно нажать на ту же самую кнопку воровских навыков. А затем выбрать цель, которую надо обократь. Чем выше навык воровства, тем ценнее предмет можно стащить. Самые умелые могут даже кольца стягивать прямо с пальцев. Как находить и обезвреживать ловушки? Это тоже с помощью навыка устанавливать ловушки. Это тоже навык. Нужен скрыться тень. Это скрытие. Как обнаружить иллюзию или потайные двери? Если при нажатии кнопки поиска ловушек будет оповещаться обнаружение чего-нибудь необычного, если рядом окажутся скрытые двери или другие подобные объекты, они автоматически будут обнаружены. Кроме того, при достаточно развитом навыке обнаружения иллюзий можно будет распознать или рассвеивать любые вражеские заклинания школы иллюзий. Хорошо. Это я все понял. У нас навык воровства. Нет, там кто-то бежит к нам. Ты что-то хочешь мне сказать? Я слышал крик, Шер. Ты в порядке? Это... Ты поздно пришел. Меня могли уже убить. Лучше не спрашивай, Каран. Ты наставлял и вдохновлял меня с самого детства, и сильно расстроишься, увидев то, что сейчас здесь произошло. Он мертв, кем бы он ни был. Он кинулся на меня с ножом. О, Каран, что происходит в этом месте? Давайте первое. Дело не в этом месте, дитя. Дело в тебе, и они уже ищут тебя. Горион ожидает тебя ухода в главную библиотеку и желает видеть тебя немедленно, как только ты закупишь в гостинице все необходимое. Ох, Шет, я был твоим наставником многие годы, но сейчас меня впервые посетило чувство, что я еще многому не успел научить тебя. Поспеши, Горион, дитя. Тебе небезопасно здесь оставаться. Спасибо, что прибежал. Меня уже давно бы на фарш пустили, если бы я не знал, что делать. Ладно, продолжаем ходить, это как... У нас очень строгие правила. Опа. Смотритель врат. Скоро в путь, да? Эй, Горион попросил меня немного поучить тебе искусству командного боя. Прежде чем ты уйдешь, тебя это интересует, Шет? Командный бой, ну давай. Ну давай. Вот отличное дитя. Владеть собой в полубой, это одно из... Но командовать отрядом совсем другое. Я попросил иллюзиониста оба подготовить для тебя несколько различных имитаций в подвале склада. Просто иди за мной, и я топру для тебя дверь. Понятно, можем с вами немного попрактиковаться, но в любом случае опыт, я думаю, нам не помешает. А, что-то тут стоит. А, склад здесь, да, у нас? Лечебница. Нет, склад там. А что ты тут стоишь? Что хочет мне наставник сказать? Мне сообщили, что тебе могут понадобиться инструкции относительно того, как правильно воплощать мысли в реальный согласно своей воле. Могу я тебе что-нибудь рассказать? А, расскажи мне, как запоминать заклинание. Да просто читаешь правой кнопки и выучить. После того, как я запомню заклинание, как мне его произнести и добавить на панель, расскажи мне о классах персонажей, которые могут произносить заклинания по своему усмотрению. Как изучить новые заклинания? Священники-друиды, а также высокоуровневые паладины следопыты получают фиксированный набор заклинаний, который определяется классами мировоззрением. Когда такой персонаж получает доступ к новому уровню заклинаний, ему становится известно все заклинания этого уровня. Маги и барды изучают новые заклинания, записывая их со свитка в свою книгу. Снаряжение свитки и неизвестные заклинания выделяются зеленой заливкой. Чтобы записать заклинание в книгу, заклинатель должен открыть ее описание на экране снаряжения, нажав кнопку «Запись заклинания». Если попытка была успешной, заклинание кажется в книге заклинаний. В случае неудачи, свиток расходуется впустую. Прежде чем ты попытаешься записать это заклинание, понадобится другой свиток. Колдуны и шаманы получают на выбор несколько количеств новых заклинаний при повышении уровня. После изучения эти заклинания становятся им доступны для чтения на протяжении всего дальнейшего развития. Что еще рассказать о чтении заклинаний, я научусь этому сам. Все. Понятно, 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 понятно. С этим мы как-то разберемся. Ладно, пошли на склад. А это что за фигня? А, это оно и есть. Нам сюда, кажется, надо было шедд. Смотритель врат попросил подготовить для тебя группу. Полагаю, это будет небольшая тренировка в ведении командного боя. Что ж, я сделал ее достаточно простой для тебя. Кэндл, Роуз, Мордейн, Арканис, Дедер и Оспрейс. Все они присоединятся к тебе. Ты будешь полностью их контролировать, так же, как и тех, кто может присоединиться к тебе попозже, во время твоих странствий. Как только все они присоединятся к тебе, я начну создавать иллюзию обычных монстров, которых ты сможешь встретить за пределами безопасных стен этой крепости. Эти иллюзии будут атаковать твой отряд, и тебе придется отдавать необходимые приказы, чтобы избавиться от них. Помни, эти существа иллюзии, поэтому не смогут причинить тебе вреда. Но тебе нужно приложить усилия. У некоторых из твоих спутников есть магические предметы, такие как зелья и жезлы. Их нужно разместить в ячейках для быстрого использования соответствующих персонажей. Кроме того, некоторые спутники знают заклинания. Их можно использовать во время боя. Помни, даже ворам и бойцам может пригодиться знание боевых заклинаний. Время от времени я буду спрашивать, не хватит ли с тебя. Если да, то я телепортируйте обратно на улицу. Но если захочешь продолжать тренировку, я буду создавать для тебя новые иллюзии, с которыми ты сможешь драться. Ну что, начинаем? Отлично. Приготовься. Так, самое главное, это вовремя паузу нажать. А дальше уже по нашим персонажам. Ну, поехали. Ты бьешь этого. Ты бьешь. У тебя что тут есть? У тебя тут есть защита от зла, заклинание, приказ, умри, по-моему, да? Насколько я помню по значку. Что случилось? Так, а лучников у нас нет. Нет, лучников у нас нет. Это не магическая, магическая атака. Это бросает дротики вот сюда. А этот парень лупит, кого может. А что делаю я? А я стою и смотрю на все это с улыбкой. Поехали. Работаем. Так, первый мертв. Работаем, ребята. Ну, все, мы практически победили. Да нет, они идут и идут. Ну, в принципе, понятно. Нам тут обучаться нечем, но я... Сделайте! Я бы только хотел бы посмотреть, что в бочке. Ничего особенного. Ну, и что мы будем делать? Ну, что, достаточно. Если хочешь уйти, я телепортирую тебя обратно на улицу. Если нет, тогда готовься к следующему бою. Да, я думаю, с меня хватит. Выведи меня отсюда. Прямо сейчас я дерусь с монстрами. Спроси меня чуть попозже. Нет, хватит. Мы уже знаем, что делать дальше. Ну, хорошо. Как только я телепортирую тебя на улицу, попасть сюда обратно ты уже не сможешь. Потому что это для твоей же безопасности. Ведь некоторые иллюзии, которые я использую, иногда могут быть весьма опасны. Ну, это телепорт на улицу. Опыт, я так понял, мне за это не дали. Но зато мы с вами хорошо помахались мечом. А вот и ты же. Если еще хочешь потренироваться с собой, то дверь открыта. Тебе остается лишь войти. Понятно. Понятно. Что еще вы мне тут хотите рассказать? Привет тебе. Здравствуйте, а меня попросили обучить тебя пользоваться дневником. Расскажи о записях. Но этого делать не надо. Мы и так знаем, что дальше делать. Так. Вход в крепость. Вот здесь. Здесь меня ждет Горион. Сюда подходить пока нельзя. Так. Тут какой-то хал стоит. Ой, кроха. Я сегодня поздно проснулся. И, уходя на дежурство, оставил свой меч в казарме. Если сможешь, принеси его мне. Он в сундуке у подножия моей кровати. В правой части казармы. Только поторопись, пока смотритель врат не заставленный. Без оружия. Там ты найдешь противоядие. Думаю, оно пригодится дрепину для его старушки Нессы. Понятно. Меч хала. Который у нас в руках. Хал, один из вездесущих наблюдателей здесь, в Кандалкипе, сегодня утром забыл свой меч в казарме. Он попросил меня принести ему оружие из сундука около ее кровати, рядом с правой стенкой. Есть. Это готово. Ладно. Общаемся. Отнял твое драгоценное время, да? Горион поступил глупо, пытаясь достойно воспитать тебя. Можешь так ему передать? Не знаю я, что дело в другом. Я бы сказал, что весь этот железный кризис является результатом того, что всякие прошелыги, типа тебя, бродят повсюду с чужими мечами. Вот 10 золотых, а теперь убирайся отсюда, я на посту. Слушайте, тварь еще неблагодарная. Довольно-таки. Меч у нас забрали. Ну, хотя бы мы немножко постражались вместе с ним. Хал дал мне 10 золотых монет за свой долбанный меч, хотя надо было взять с него побольше за те упреки, которыми он меня осыпал. Ну, понятно, не всех же будут нас благодарить. Также у нас есть противоядие, которое надо отнести к дрепину. Есть на что со свитками, я немножко не понял. А, тут у нас что? Тут у нас наблюдатель. Ладно, в любом случае 10 золотых монет нам не помешают. В наших-то путешествиях. Здравствуйте и вам. О, здравствуй, мне дали понять, как тебе возможно понадобится кое-что узнать о сохранении игры. Какие тайны времени могут тебе осветить? О сохранении игры. Игра когда-нибудь сохраняется автоматически. Да, каждый раз перед входом в важную область. Или покидай какую-либо область через карту мира. Игра сохраняется. Эти автосохранения будут представлены в общем списке с быстрыми сохранениями и сохранениями, созданными вручную. Под автосохранением выделено всего 3 слота. Они поочередно перезаписываются. Можно вернуться только на 3 автосохранения назад, но не дальше. Что делать, если я погибну? Я все еще смогу загрузить ранее сохраненную игру? Да, если погибнешь, ты можешь загрузить более ранее. Ладно, это все понятно. Никаких тайн, все, спасибо. С этим тоже все ясно. Так, где нам найти свиток какой-то? Где он вообще находится? Это что за ривер какой-то? Что тебе надо, парень? Клянусь молотом, родина! Нифига себе. Мне казалось, что я еще вчера попросил тебя чистить это здание от крыс. Быстро, за дело и вперед. И еще один нам квест дали. Скрад ривера. Ривер снова заставил меня работать на своем складе. Во всех сообщениях говорится, что кошачьи войска совершили предательство и крысы перешли в наступление. Кошачьи войска. Похоже, я последняя наша надежда перед лицом такой ужасающей силы. Прощай, дорогой дневник. Прощай. Походу, мне придется с ними драться. Но сначала, наверное, надо купить какие-нибудь вещи. Мне кажется. Здесь ничего. Ты кто? Эй, Шет, вижу, ты сегодня рано. Слушай, твой отец Горион попросил меня об одной странной услуги. Кажется, он хочет, чтобы я побыл твоим учителем и обучил тебя некоторым приемом ведения боя. Надеюсь, у тебя есть с собой необходимое оружие. Враждебные существа обозначаются красным кругом. Короче, это все опять то, что мы с вами пропускали, появилось. Во время нашего боя попытаюсь немного удивить тебя. Запомни, ты можешь в любой момент поставить игру на паузу, нажав на пробел. Это даст тебе время подумать, особенно когда появится мой маленький сюрприз. Ну что, начнем? Так у меня нет оружия. Ничего? У тебя неплохо все вышло, дети, особенно когда Эрик начал пускать от тебя эти стрелы. Уверен, что твой отец гордился бы тобой. Если хочешь приобрести опыт сражения в группе, обратись смотреть Рурат. Ты найдешь его от юга отсюда. Перед уходом тебе обязательно нужно освоить тактику боя с союзниками на твоей стороне. А ничего, что меня опять стреляют. Ничего, что меня Эрик какой-то стреляет. Так, там крысы. Там крысы. Тут у нас храм, где можно исцелиться. Наставник сейчас нам что-то тут расскажет. Здоровье. Сейчас нельзя сохранить игру, теперь можно. Здравствуйте. Здравствуйте, я могу проинструктировать тебя, как лучше вести дела с духовенством, посещая храмы и тому подобное. Что тебе хотелось бы узнать? Пожертвования... А что нам дают пожертвования? Реально, не знаю. Забыл, вернее. Пожертвования делают по разным причинам. Некоторые искатели приключений делают подношения в качестве оплаты за информацию. Представители духовенства зачастую хорошо осведомлены о местных событиях. Пожертвования в особо крупных размерах, как правило, одобряются настоятелями храмов. Они будут рассказывать о твоих благих деяниях, остальным прихожанам тем самым повышая твою репутацию. Что еще тебе хотелось узнать о посещении храмов? Почему храмы не предоставляют целебные услуги бесплатно? Искатели приключений порой забывают, что заклинания не так-то просто произносить. Каждое воскрешение требует затрат ценных ресурсов. Успешное, преисполненное поисками приключений жизнь, обеспечит тебя достаточным количеством золота, чтобы оплатить любые целебные услуги, которые тебе понадобятся. И когда они тебе понадобятся, храмы предоставят тебе эти услуги за символическую плату. Что еще тебе хотелось бы узнать? Думаю, я уже никогда сам разберусь. В общем, спасибо. Вот здесь стоит жрец, который может нам помочь. В этих стенах располагаются мировые знания. Вот пожертвования, вот, собственно, можно купить зелье исцеления. Здесь еще можно снять проклятие, вылечиться, воскреситься, а это опознать любой предмет. Это мы тоже с вами помним. Ну что, мы пришли опять к Дриппену. Тут еще наставник какой-то. Ячейки быстрого доступа, не надо. Все. Дриппен, у меня есть противоядие. Че надо? Прекрасно. Сегодня они, правда ли? Жаль, что Несси не может насладиться. Она все еще не важно себя чувствовать. Мне нужно дать ей одно из противоядий Хала. Вчера он пьян встал допоздна или допоздна в своей койке. Рано утром сразу потащился охранять ворота. Так что я уверен, несколько штук у него должно валяться. Так, квест мы взяли. Корова Дриппена. Корова Несса сегодня не важно себя чувствует из-за погоды. Дриппен попросил тебя раздобыть противоядие у Хала, который утром поставили дежурить у ворот. Похоже, что Хал спасается этими зельями от своего утреннего похмелья. Ладно, у меня оно уже с собой. Ну чего надо? Эй, ты просто чудо. Оставайся со мной, и мы далеко пойдем. Ну ладно. Останешься со мной, и тогда мы точно никогда не покинем стенки. Кендалкип, а так ведь? Хорошо. Что ты не носишь никаких железных доспехов, а то, говорят, бандиты готовы убить за них. Как только тебя увидят. Надеюсь, этот железный кризис скоро закончится. Все, мы выполнили. Что ж, мне удалось найти лекарство для коровы Дриппена. Надеюсь, это то, что он думает, а не какое-нибудь зелье огненного дыхания или вроде того. Шикарно. Шикарно, шикарно. У нас нет оружия, поэтому мы махались кулаками в последний раз. Это можно ложить сюда. Да, и это можно ложить сюда. Класс защиты 10. Класс защиты 10, пункт здоровья. Подождите, кинжал. Один, как характеристи... А, вот, характеристику можно посмотреть. 1Д4 колющий. Это дробящий. 1Д6. Один бросок кубика, да? Монах не может его использовать. Боевой посох. Но оно двуручное. Нам двуручное не подходит, потому что мы любим одноручное. Ну ладно, какая разница. Все равно менять все придется. Так, что у нас осталось? У нас остался склад Ривера. Поручение Фуллера. А что Фуллер поручил? А, связку арбалетных стрел мне надо еще принести. Склад Ривера. Поручение Фуллера. Свиток Фаерберда. А Фаерберд это кто? Фаерберд. Эльша, подобный старый. Ну понятно, кто сюда в гости. Опознание территории, которая обычно бывает во внутреннем дворе. Внутренний двор. Это где меня ждет Горион. Ну давайте зайдем во внутренний двор. Может увидим его. Чтобы сразу захватить все квесты. Мелкие. Ну эти квесты как? Это не квесты. Это возможность познакомиться с игрой более детально. Внутренний дворик здесь. Здесь очень, кстати, симпатично. На самом деле. Эй, ты! Это же я! И Моэн! О боже! Это И Моэн! Я удивлена, что старик Горион со всей своей строгостью позволил тебе отлынивать от учебы и других занятий. А все это стариковская чепуха. Я тоже улизнула. И теперь старый толстопус Винтра прозыскивает меня. Но ведь у меня целый день на то, чтобы выполнить его поручение. У тебя есть время рассказать какую-нибудь историю? Нет? Вижу, что нету. Чем сейчас занимаешься? Боюсь, сейчас я не могу поболтать с тобой, малышка. Мой приемный отец свелел мне приготовиться к путешествию, но не сказал куда. Извини, малышка, но я никому не могу рассказать о том, что делаю. Мне нужно идти. Да, и ты тоже здесь. Не задерживайся. Винтроп хочешь, чтобы ты прибрала постель после того, как закончишь в конюшне. Давайте первое. Малышка, я не намного младше тебя, хоть ты, конечно, растешь быстро. Точнее, относительно быстро. Путешествие, да? Я еще никогда не путешествовал. Хотела бы я пойти с тобой, да? Действительно, хотела бы. Правда, правда, честно, честно. Ладно, ладно, верю. Я спрошу, можно ли тебе пойти с нами? Ох, не будь тупица. Гореон не даст тебе даже закончить предложение. Особенно если учесть, что он написал в письме... Я сказал это? Нет, конечно, нет. Не видела никакого письма. Мне пора возвращаться к работе. А ты лучше иди, и Гореон ждет. Какое письмо? А ну-ка, лись. А ты странный. Не заставляй мистера Гэ ждать. Давай же, иди. Нельзя сохранять игру в режиме диалога. Диалог закончен. Так, не подходим близко к Гореона, а то... А вот он уже здесь стоит, а то нас сразу отсюда выпулят. Давайте попробуем найти того, у кого можно отыскать свиток какой-то там. Это наблюдатель. Кто-то тут еще должен у нас быть. Во внутреннем дворике. Ну, по-моему, я его уже обошел целиком и полностью. Наставник. Че надо? Привет тебе, дитя. Если хочешь, я могу посоветовать тебе лучше справляться с различными угрозами. Этот мир может подбросить тебе. Ну, расскажи мне про вот эту вещь. Дословно расшифровывается, как поразить класс защиты 0. Это число броска атаки, которое должно быть равно или выше самого показателя. Чтобы успешно поразить создание с классом защиты 0, чем ниже показатель, тем больше вероятность поразить цель. Класс защиты. Чем ниже класс защиты, тем лучше. Да, это общий показатель защищенности. Значение класса защиты давляет к броскам атаки любого нападающего создания. Как что ниже, чем показатель класс защиты, пусть даже отрицательный, тем труднее попасть. Ну, в общем, если минус, это вообще замечательно. Спас броски. Это возможность у ворота. Показатель спас броски схожий с показателями пробива. Это число противодействующего броска, которое должно быть равно или выше самого показателя спас броска. Ладно, понятно. Сражение противники. Достаточно спасибо. В принципе, здесь все есть. Не знаю, раньше это было. Приветствую, юноша! Раньше была эта информация или нет? Наверное, не было. Фаербит послал тебя ко мне. Да, хорошо. Верни ему этот свиток, но затем беги и поговори с Горионом. Он ждет тебя на ступенях центральной библиотеки. Уверяю тебе, дитя, это дело чрезвычайной важности. Так, туториал. Теториал вручил мне свиток. Судя по всему, мне нужно вернуться в гостиницу. Фаербит, Ильфонский. Берегоста, иногда изучающий суда, познание. Клянусь, без меня мы готовы. Понятно. Пошли. На самом деле, развязка этого квеста была вообще рядом с гостиницей. Надо было просто шагнуть сюда. Очень простой квест. Второго. А, я рад видеть, что возраст не ожесточил твое сердце по отношению к старикам вроде меня. Я заберу все твои свитки с заклинаниями опознания. Я в таких вещах нуждаюсь больше, чем ты. Так, позволь наложить на тебя одно простенькое заклинание. Защитить от любого зла, которое может повстречаться тебе сегодня. Да, мне оно уже повстречалось. Ну, правда, еще крысы остались. Старый Фаербит был благодарен за мою помощь. Он наложил на меня заклинание и сказал, что оно защитит от любого зла, которое может повстречаться мне сегодня. Уж не знаю, что там за этими стенами, но думаю, я очень скоро выясню. А на сколько он мне его наложил? А где это посмотреть? А, вот она. Значок. Вот. Защита от зла. На который час? Не знаю. Пока есть. Будем радоваться. Так. Этот квест мы с вами тоже выполнили. На самом деле осталось уже совсем немного. Старый Фаербит был благодарен за мою помощь. Он наложил на меня заклинание и сказал, что оно защитит от любого зла, которое может повстречаться мне сегодня. Уж не знаю, что там за этими стенами, но это я уже с вами прочитал. Так. Поручение Фуллера. И, собственно, важные события. Два квеста осталось. Фуллер отходит от вчерашней пьянки. Казан, я после недолгих уроков согласился дать мне несколько монет, если я принесу ему связку арбалетных стрел. Сначала давайте купим связку арбалетных стрел. Мой отель такой чистый, как зад эльфа. Да, это старая добрая фраза, которую все любят. Ну что, связка стрел. Арбалетных это кинжал, арбалет, алебарда, проща. Снаряд. Вот это, да. Связка арбалетных стрел, болты. Одна монета всего. Давай купим. Готово. Интересно, квест сработал? Ну, в общем, есть, сработал. Что мне надо купить из снаряжения? Тут я немножко не догнал. Горион, мой приемный отец, сообщил мне, что он намеренно покинет кипер, тревелся в путь. Он дал мне немного золота на покупку, самое необходимое, в том числе оружие и доспехи. Самое простое оружие, самые простые доспехи. Ну, кинжал у меня, конечно, есть, но... Ну, то ли это то, что мне нужно. Ладно, давайте купим, ну, боевой топор. У нас есть навык длинный меч. Вот видите, длинный меч сейчас и пригодится. Хотя он должен быть в продаже, по идее. Полуторами есть длинный меч за 22 монетки. Ну, давайте один меч купим. Не с кинжалом же мне выходить. Один, да, правильно? 22, да? Длинный меч. Такими мечи иногда называют обоюдоострыми, боевыми или солдатскими мечами. Часто лезвие длинных мечей имеет в одностороннюю заточку. Не существует единого стандарта длинного меча. Их форма и длина зависят от места, большинстве культуры, от эпохи. Изготовление одной из наиболее общих характеристик. Для таких мечей является их длина. Она колеблется от 35 до 47 дюймов. В последнем случае лезвие достигает 40 дюймов от общей длины меча. Наиболее широко распространены мечи, имеющие обоюдоострые лезвие, заточенные к концу. Несмотря на это, длинные мечи предназначены для рубящих, а не кулющих ударов. 1д8. Неплохо. Священник, друид и бойцы, которые маги и священники, мультиклассы, их тоже не могут использовать. Ладно, покупаем один меч. Меч пошел. Продажа, естественно, в 10 раз меньше. Короткий меч. Что нам надо с брони? Кольчуга. Пластичная костюга. Кольчуга 120. Я, в принципе, могу купить пластичную кольчугу, но не смогу тогда купить ни щита, больше ничего. Давайте купим большой щит. Больше нас защитит. Тут, конечно, были и другие щиты, и шлем, естественно. И что-нибудь еще. И броню какую-нибудь. Кожаный доспех, клепанный кожаный доспех. Кольчуга нам уже недоступна, хотя мы можем что-то и продать. А что мы можем продать? Оружие какое-то можем продать и купить хотя бы кольчугу обычную. Мы с вами заработали нормально денег. С нашими поручениями. Так. Щит. Щит готов. Шлем готов. Супер меч готов. Это можно продать по-шустрому. Может, что-то даже и выручим. Вот мы уже начали с вами бизнес вести. Продать. Продать, продать. Кинжал 1-1. Да, много мы тут не заработаем. Боевой посох вообще ничего не стоит. Но в любом случае, это можно и нужно продать. Можно еще продать за 7 монет. А сколько мне надо? Кинжал доспех десятка. 112. Это будет 110. Если 7, то будет 117. 3 монеты не хватает. А ну давай продадим 2 кинжала. 110. Сейчас пойду выполню задание с этими арбалетными стрелами. Может, мне накинуть деньжатами. Купим с вами самый лучший доспех. Пошли сдадим этот квест. Вообще-то еще крыс можно перелупить. И там тоже подплатят немножко. И мы тогда купим с вами броню. Нормальную. В принципе, это неплохая броня. Правда, потратим все деньги. Мне бы не помешали еще лекарские какие-нибудь штуковины. Ну да ладно. Ладно, заходим. Кому там надо было сдать этот фуллеру? Тебе, да? По-моему, да. А, вот и вымогатель. Положи в свой кошелек несколько монет. 10 монет. То, что надо, друзья. То, что надо. Гореон, мой приемный отец, сообщил мне, что нам нужно немедленно покинуть... Ой, это не то. Фуллер, фуллер, фуллер. Вот этот квест. Фуллер дал мне жалкие 10 золотых за выполнение своего поручения. Держу пари, мне дали бы не меньше 15. Будьте на побегушках. В вратах бальдера. Это у меня защита от зла ушла, поэтому такой звук и появился. Сколько у меня всего денег? Я хочу хороший доспех купить. 120 монет ровно на... Уже берусь. Ровно на доспех хорошего качества. И с этим доспехом мы пойдем мочить с вами крыс. Вот так вот делается бизнес в этом месте. Как раз хватило на хорошую броню. Ну, какую хорошую? Относительно хорошую броню, какую можно приобрести в самом начале игры. Она, конечно, выпадет после первого монстра, но зато первого монстра будет легче убивать. Не обязательно, что с первого. Ну, рано или поздно она, конечно же, выпадет. Так, дай мне броню. Нормальную. Так, хорошую броню. Жалко, мечи меня отобрали. Если бы я меч не покупал, было бы отлично. Пластичная кольчуга за 120 монет. Параметр защиты 4, 2 против дробящего, 3 против коющего и метательного. Есть еще кольчуга, 5 против 3. Чем класс защиты меньше, тем лучше, мы напоминаем. А что я не могу кольчугу купить? А, я могу купить, потому что я ее выбрал. 120. Покупаем. Она как раз здесь одна, как раз нет. Как это... Как выбрать? Вот. Все, я купил, денег у меня нет. Я ничего не скрисятничал, поэтому, говорю, он может мной гордиться. Все, пункт защиты вырос. Кстати, здесь надо, наверное, шрифт, конечно, здесь бы лучше не увеличивать, потому что здесь сложно читать из-за этого. Модификаторы теперь у меня с большими буквами появились. Ну, ладно. Все, по-моему, я готов. Я готов, Горион, наверное, будет мной гордиться. Пошли, последний квест нас остался в этом месте. Флидия, у тебя все в порядке? О, привет. А, так это чем занималась в общем, ладно, все нормально. Пошли. Ну, теперь я уже как настоящий воин, посмотрите на меня. Щит, меч, хорошая броня, хорошая защита. И мы выполнили, в принципе, все квесты кэндлкипа. Сейчас только еще зачистим склад от крыс. Получим еще какие-то бонусы. Пошли. Осторожно. Крысы. Давай. Ох, ё-моё, их много здесь. А что коты не помогают? Да, шанс попасть по крысе довольно маленький. Но мы попадаем. Так, ну крысы это так, формально себя вижу, да? Они мне даже не кусают особо. Хотя могут и пытаться, на самом деле у меня аж хорошая броня. Последняя крыса осталась. Сейчас мы ее дорубим. Крыс обыскивать нельзя. У них ничего интересного нет. Все, годится. Квест выполнен. Сейчас я проверю, что тут можно спереть. Тут особо ничего не сопрешь. А коты ходят, как ничем не бывало. Колечко. Друзья, колечко раздобыли. Обычное серебряное, ничего не дающее. Параметры ноль. Небольшая полоска драгоценного металла, используемая как украшение. Здесь редко встречаются кольца, которые зачарованно обладают различными магическими свойствами. Такие кольца очень высоко ценятся, особенно среди искателей приключений. Ладно. По-моему, мы все с вами выполнили. Гном будет доволен. О, да они перебиты. Так, крысы какие являются. Славное сражение, отличие от тех, что известны миру. Вот пять золотых не тратить за один раз. Спасибо. Очень ценный, очень ценный квест. Взять на заметку и не вступать в армию. Никогда не сообщ... Что это было? Так. Они никогда не сообщают обо всей опасности преступления и платят ничтожное жалование при уходе. Рива дал мне всего пять золотых за то, что моя жизнь подверглась риску на передовой. Нет ли здесь где-нибудь народного революционного фронта Кэндл Кипа, куда мне можно было бы вступить? Да, платят здесь замечательно. Так, тут что-то пишут у нас. Как нам открыть окно? Тут как-то оно открывалось, я помню. В Вайс Финдейле. Здесь не знаю, как-то оно расширялось немножко. А, вот так вот. Состояние Берсеркера закончилось. Персонаж теряет дополнительные 15 пунктов здоровья, которые давались ранее. Если у персонажа менее 15 пунктов здоровья, он упадет без сознания. Но это наша характеристика, которая, видимо, сработала, когда мы дрались с вами с... С крысами. Мы сами вступили в это состояние. Поэтому, видите, последствия могут быть печальнее после этого состояния. Ладно, давайте чуть-чуть вот так расширим, чтобы хотя бы было видно, что там пишут. Ну все, друзья. Мы выполнили все квесты, которые можно было выполнить. Старт дан. Осталось только сообщить Гориону, что мы купили все необходимое, надеюсь, для того, чтобы двигаться дальше. Квесты в Кэндлкипе. Я пошла. Пройдены. А мы остаемся здесь, на этой прекрасной лужайке. Пока еще солнечная и беззаботная наша жизнь протекает в этих стенах. Спокойно, непринужденно, но совсем скоро начнутся мрачные и ужасные события в Балдорсе. Все. Следующая серия начнется с диалога с Горионом. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Дмитрий, канал Шедель Эл Плей. До новых серий. Балдорс Гейт. Пока.